Девушки отдыхают 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 одна запись одесский институт телевидения вот и там я прошел путь от инженера до начальника лаборатории вот и потом вот уже когда советский союз обрушился скажем так вот я ушел и стал заниматься телевидением потому что всю свою вот даже техническую жизнь назовем так это вот я все равно меня тянуло творчество и я параллельно занимался съемками у меня была любительская киностудия причем достаточно высокого уровня народная киностудия азимут называлась клубе туристов одесском клубе туристов вот так что я в принципе между прочим я тебе скажу что это достаточно вот правильный маршрут вот многие же говорят да что если человек ну никогда не пробовал монтировать и не представляет как он будет плохим оператором он не снимет для того чтобы монтировать если человек не знает искать всю техническую связь технический фарш это вот он тоже себе не будет представлять вот четко как это будет выглядеть какая будет картинка по цветности там по расположению кадров и так далее так что в принципе все достаточно логично ну вообще это моя точка зрения тоже такая даже если вернуться уже к сегодняшнему дню перейти то например в нашей телекомпании а я представляю телекомпанию rtn russian television network или вот раши медиагрупп вот я нахожусь в инженерном департаменте то есть в отделе инженерном нахожусь но операторы входят в инженерные департаменты то есть мы все равно являемся как бы телевизионными инженерами которые занимаются вот такой работой операторской у тебя вот там такого удостоверения есть интересная которая датирована как мы хохмели с 1800 вернее 1993 годом это телекомпания седьмой канал в эти же годы я начинал тоже я примерно точно так же выглядел тогда вот арбит александр да немножко помоложе немножко так выгляжу там получи скажем так я помню бога огромное количество сюжетов ты приносил на эфиры седьмого канала да когда вот образовался образовалась компания 7 канал я к этому времени уже сюда работала иногда для государственной телевидения делал сюжет из есть такой журналист анатолий венгрук наверное известный в одессе по сей день трудится да вот мы с ним работали делали какие-то сюжеты для украинского телевидения для называлась у т-1 тогда вот и когда образовалась телекомпания то я подошел к леониду сущенко и мы побеседовали он посмотрел какие-то мои работы и вот меня в общем то тоже пригласил на работу но и вместе ходили по кризису совершенно верно да это конечно было мы были молодые было чудесное время телевидение только начиналось по-моему мы находились во дворце моряков да ну да монтажка у нас была во дворце моряков студия море андрюса богомола вот я с ним когда снимал оператор был феликс росоловский был директором этой студии там у них техника была неплохая по тем временам вот там даже супер вхс на магнитофон был вот снимали на с вхс кстати это находилось это все было тоже любительская до этого это была любительская киностудия так она называлась вот и на базе то есть в общем то таких же людей вот какие я тоже пришел из любительской киностудии в общем да да ну и потом ты все-таки каким-то образом уехал да и страны но до того как я уехал я еще успел поработать с известные нашей компании маски шоу джентльмен шоу я был маски шоу я был даже техническим директором то есть вот те 30 или почти 40 фильмов которые сняты были при моем участии в той или иной мере где-то я был виде инженером где-то оператором где-то вот технический директор то есть отвечал за в общем-то всю техническую часть съемок несколько позже я поработал год на телесериале о хичкоке блюстители порока режиссер и оператор виктор назрюхин заболотный вот уж на знаете конечно вот так что вот это была уже работа совместно с одесской киностудией таким образом до отъезда в америку я уже поработал и вот с нашими известными коллективами и на киностудии может так сказать то есть наработал опыт во всех ипостасях да и ну и хорошо вот пришло такое решение ты понимаешь наверное хочет об этом говорит но все-таки решение пришло до покинуть одессу уехать в америку или просто возникла возможность скорее возникла такая возможность потому что это не было моей инициативой я был здесь мне было в общем-то достаточно комфортно нормально я работал тогда фильм еще не закончился блюстители порока и я в середине процесса уехал за было довольно неожиданное для меня и для в общем-то мне не хотелось никуда уезжать но такая вот сложилась обстановка семейная скажем так что вот надо было вот поэтому это не было моей инициативы это однозначно вот но а там покажи да покажи пожалуйста вот твою аккредитацию до того сейчас ты работаешь в этой телекомпании а верхняя аккредитация это а верхняя аккредитация это это организация объединенных наций вот там я получил это только на время генеральной ассамблеи оон последнюю аккредитацию от своей телекомпании и я могу показать вот результаты так сказать моей работы там но это был какой-то видеоматериал и в русскоязычной газете нашей нью-йоркской были несколько вот фотографий мой репортаж фоторепортаж александра арбита с генеральной ассамблеи оон вот прямо сверху красной полосой выделенной вот такие вот фотографии у извините сейчас поровнее ну там известные политики понятное дело все как обычно на ассамблее вот наш президент здесь слева вверху а это зал заседаний это керри а там вот кстати на заседании оон там же наверное очень строгий режим до досмотра журналистов которые туда заходят или достаточно демократично все происходит но мы когда были в бельгии в европарламенте вот то нас так тщательно проверяли когда за хрен потому что мы внесли тоже много аппаратуры совершенно верно там проверяют тщательно там две ступени контроля находятся то есть два же пропускают через какие-то там рамки и так далее но вместе с тем там достаточно это грамотно организовано и поэтому там нету ну так скажем толпы то есть люди идут все очень спокойно и нету никакого ажиотажа все как-то без особого напряга хотя подождать где-то надо или там постоять где-то там какой-то очереди журналистов потому что в зал в то место где журналистам разрешают снимать там ограниченное количество это третий этаж так называемый там ограниченное количество вот этих окон откуда можно производить съемки и там формируют такие группы там по 30-40 человек которые могут войти там на минут 15-20 соответственно говорят вы какую страну представляете там украину россию там или казахстан или там японию и соответственно журналистов той или иной страны преимущественно преимущественно приглашают вот в эти группы вот а потом говорят все ваше время закончилось выходите следующий заходят очень такая система но напрямую пообщаться с политиками мирового таскать уровня не удалось да то можно взять ну во первых когда идет съемка они находятся в общем-то на достаточно близком расстоянии там наверное метров 20 не больше то есть их видно и прекрасно можно всегда ну я уже по операторски говорю взять крупные планы это все достаточное вот а вот встречи там как бы лимитированы то есть туда приглашают на на каждую встречу они там в расписании есть и туда есть допуск определенного калитра можно записаться конечно и как-то там этот вопрос решить но это не так чтобы это было совсем свободно то есть идет ты получаешь какое приглашение на встречу вот так то есть отсеиваясь каким-то образом но у тебя за плечами еще огромное количество передач которые ты снимал да и делал может быть поговорим о них ну вот кстати я знаю что сегодня александр еще перед нашим эфиром успел поработать и режиссером монтажа нашей телекомпании медиа форм потому что он привел с види вот они вместе с нашими ребятами там монтировали вот давайте посмотрим фотографии это еще спадет об эрнсте неизвестном да ты с ним общался вот это его дом до в америке где он живет да значит эрнст неизвестный конечно одесситам очень знаком вот этот памятник который вы видите золотое дитя это эскиз эскиз памятника который находится в одессе перед мэр вокзалом вот это это часть его дома галерея там за дверями там его мастерская вот это как раз момент момент съемки момент нашего интервью вот мы с ним вместе даже сфотография документально подтверждено что я ему я ему сказал что я ближайшее время поеду в одессу и могу передать он обязательно передай я очень люблю ваш город и обязательно передаю привет людям которые меня мне помогали в городе вот установить этот памятник да конечно дышать одним воздухом с гением с сердцем неизвестно а когда ты снимал вот интервью это было это было примерно месяц назад его супруга пригласила вот нас нашу компанию можно сказать пригласила к в гости его дом находится примерно два с половиной часа от нью-йорка ехать на машине на острове это если такой большой остров лонг айленд называется и там еще маленький островок шелтер айленд называется вот на этом на этом острове у него вот очень приличный дом кстати построенный по его собственному проекту вот и я так думаю что когда-нибудь это будет дом-музей потому что это выдающийся человек там огромное количество эскизов его работ которые эти статуэтки которые на галереи стоят да да это не статуэтки они все в приличную величину там есть памятники которые ну выше чем вот ваша студия по размерам то есть это просто я бы там с удовольствием провел бы наверное целый день потому что там работы у него такие многогранные то есть там так много заложено разного смысла в них ну в общем это конечно и глаз цепляется и хочется вот это вот хочется да 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 мне когда его жена увидела что я там зацепился начал снимать какие-то детали она говорит нет саша вы отдельно приедете к нам я вас приглашаю так что мне будет возможность еще видимо продолжить эту работу ой так слушай может потом скинешь как-то нам через пожалуйста я считаю что чек который действительно и для одессы сделал большое дело вот и наверное с ним стоит нам поддерживать контакт слушай я вспоминаю 90-е годы когда наши выпускающий режиссер на седьмом канале горел да не забудьте там сейчас будет сюжет арбита эти а потом вот будет у нас тоже я буду ходить и говорить нашим выпускать ребята тут будет сюжет арбита из америки так что и жду я тебя эти материалы вот и у тебя вот есть такие сканшотики фотографии твоих передач да вот несколько там их достаточно много ну как много это малая толика того что ты сделал но из этих героев которые присутствовали в твоих программах конечно же интересные судьбы интересные люди есть о чем рассказать да ну я хотел бы прежде всего вот я сейчас не вижу а вот я вижу да вот это вот интересная фотография влюбленный нищина называется это в свое время генрих боровик сделал сюжет антиамериканские на тему как вот безработные там сейчас написано американские по моему безработные о том как 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 тяжело жить в америке все такое и вот спустя 30 лет решили вернуться к этому сюжету и узнать что что там было и как он живет он не знаю нас он сейчас конечно уже пенсионер и все у него нормально но вот это вот вопрос о его жизни это было конечно тоже очень интересно послушать как все сложилось ну и там чуть раньше мы видели фотографию врач по-моему да да там известный хирург я сейчас не помню точно фамилию его там написано значит рамаз датиашвили его история интересна тем что это первой мире хирург это было 30 лет назад сделал операцию он пришил стопы девочка потеряла ноги случайно и он пришил эти ноги вот это эту стопы этих ног и это девочка выжила мало того вот сейчас спустя 30 лет она живет германии она имеет семью имеет уже своего ребенка то есть это уникальная ситуация но он был вынужден он живет в америке сейчас и он был вынужден уехать из страны из россии в свое время там как-то у него не сложилось вот ну остальных можно здесь о каждом человеке говорить там есть сергей хрущев это сын сын никита сергеевича он сейчас профессор университета на рода айленде очень интересный человек с такими дома у него просто галерея каких-то артефактов как мы говорим того времени есть фотографии с отцом есть с космонавтами все время по моему или в огоньке или в знамя не помню в какой-то периодике печатались его воспоминания об отце причем он владел достаточно хорошим слогом и вот интересно такая вот как в качестве литературы почитать ну во первых он профессор он занимался ракетными двигателями поэтому это человек который очень грамотный по вообще по сути и с ним вообще разговаривать очень интересно а что это за газета вот ну а газета это я хотел сказать что мой сын идет как бы по моим стопам он учится еще в колледже но уже работает вот там написано что он здесь вот в углу вот написано бай илья арбит вот редактор кстати газета вот он еще учится но он уже вот пишет на английском языке хотя у него и русский неплохой и просто мы как бы не подготовились но меняли сюжеты сделанные им на русском языке на нашем на нашем телеканале вот мы делали сюжеты например о нью-йоркском автосалоне автошоу ну я знаю что вы с нашими ребятами еще смонтировали там сюжетик о ежегодном футбольном фестивале памяти валерия лобановского ну если помните вот когда этот фестиваль прошел вот группа наших одесситов олимпийских чемпионов вот которые туда ездили вот и известных спортсменов они были у нас в студии об этом рассказывали но стоит тогда мы показывали фотографии с этого материала но ни слова не сказали о том что оказывается автор этих фотографий александр арбит да но фотографии и видео скорее я делал которое но она значит показывалось тоже на телевидении вот и мы смонтировали небольшой сюжетик вот давай посмотрим в рамках спортивного фестиваля одна еды на разум с украиной ассоциация ветеранов спорта которая организовала этот фестиваль провели 13 по счету футбольный мемориал памяти героя украины известного тренера и футболиста валерия васильевича лобановского в турнире приняли участие четыре команды хозяева команда украина нью-йорк команда крылатые карпаты емкерс команда из щикаго и команда нью-джерези динамо я беседую с бывшим президентом футбольного клуба черноморец бывшим футболистом хотя бывших футболистов не бывает они футболисты навсегда и григорий ефимович бибергал человек который очень много сделал для того чтобы состоялся и наш мемориал 13 по счету мемориал памяти памяти валерий васильевича лобановского и олимпийский балл 2015 григорий ефимович ваши впечатления от того что вы видите сейчас на стадионе авиатор где стартовал 13 мемориал памяти валерий васильевича лобановского но самое главное впечатление это то что его не забывают то что то что все люди знают даже за океаном помнят великого тренера футболиста поэтому еще раз спасибо организаторам что проводят уже ассоциации ветеранов спорта за проведение этого турнира он уже 13 завтра будет олимпийский бал приехали олимпийские чемпионы все все очень здорово я задаю вопрос николай авилову каковы его впечатления от того что он увидел здесь нью-йорке от этого турнира от предстоящего олимпийского балла я хотел бы выразить благодарность тем людям которые продолжают помнить всех наших спортсменов выдающихся наших тренеров которые внесли большой вклад в развитие футбола как не только в нашей стране но и во всем мире поэтому поздравить всех организаторов с этими соревнованиями пожелать им крепкого здоровья счастья и я думаю что еще много лет это уже не первый турнир вы знаете много лет они чтут память валерий васильевича лобановского нам очень приятно здесь находиться я благодарен за то что меня сюда вызвали конечно и погода благоприятствует тому и так получается что вроде холодно и когда проводится этот турнир всегда тепло дорогие друзья я сейчас нахожусь рядом с многолетним капитаном одесского черноморца вячеслав михаловичем лещуковым который является почетным гостем 13 мемориала памяти валерий васильевича лобановского который проходит в нью-йорке каковы ваши впечатления от того что вы увидели в нью-йорке и вот от этого турнира и предстоящего олимпийского бала во первых очень впечатляет ваша погода которую вы организовали здесь для нашего под наш приезд да ну и очень приятно конечно когда вот такие мероприятия проводятся память о выдающихся людях я всегда когда сюда приезжаю возвращаюсь в то время когда эти люди еще были живы которые мы общались и очень жалко конечно что люди уходят но большое спасибо конечно ассоциации ветеранов спорта нью-йорка что они вот такие мероприятия проводят мы с большим удовольствием приезжаем сюда и и благодарны вам за то что вы это все делаете ну и нужно конечно несколько слов сказать по поводу того что явилось что называется информационным вызовом в одессу да или поводом твоего прибытия в одессу но поводом послужило то что ассоциация ветеранов спорта америки по по своей инициативе решила организовать вот такое вот событие это открытие памятника и футбольный матч памяти известного одесского футболиста или или цимбаларе или цимбаларе да вот который и в одессе играл и москве в спартаке вот это был выдающийся действительно чек выдающийся футболист я сам его прекрасно помню его игру по крайней мере вот и эти события придут завтра и меня пригласили поскольку я работаю с ассоциацией ветеранов спорта вот не один раз вот это этот сюжет который вы сейчас видели тоже одна из моих работ вот и меня пригласили вот тоже на показать поработать и в общем то сделать фильм об этом и шагаем параллельно вот эти ребята которые ну ребята наши чемпионы олимпийские наши известные футболисты которые ездили вот на вот этот фестиваль они сразу же по приезду были у нас здесь студии и у нас было еще несколько передач с сыновьями лицем маловаря с теми футболистами которые играли вместе мы анонсировали этот матч когда уже точно узнали дату время и так далее вот то есть у нас было тоже несколько программ так что мы с тобой работаем в одной струе что называется совершенно верно ну и конечно две минутки до конца эфира конечно ты не теряешь связи с нашими одесскими журналистами и они ездят в америку ну и вот и приехал да с кем-то удалось поведать но прежде всего мне хочется поблагодарить ольгу горюнову это оператор телекомпании первый городской так она называется которая помогла мне технически мне например я взял с собой маленькую камеру но я не мог естественно со штативами ну в общем все это сложно и никаких проблем не было конечно я позвонил и вот она мне очень помогла и я очень благодарен ей я с ней работал свое время джентльмен шоу так что у нас тоже многолетний контакт так слушай она могла стать за камеру а ты в кадр с микрофоном понимаешь еще больше расширить ну еще можно сказать анатолий мазуренко я свое время с ним ну когда вот еще были наши спортивно-туристские интересы он брал и помогал мне в напечатать какие-то материалы вечерней одессе я помню свое время и вот мы встречались уже в нью-йорке и тоже вот как-то у нас тоже вот мы стали постоянно видимся на стадионе и вот там текут лирев это было буквально буквально вчерашняя моя работа уже здесь это был творческий вечер александра краснопольского который не только как известный артист театра мускомедии был но он сейчас поэт пишет прекрасные очень интересные очень интересные стихи и вот вчера я как раз заработал поработал я снимал его творческий вечер а этот слой ручки это тебе как билет да но это не совсем билет какая закладочка памятная что ли как бы тоже посидел прекрасная пара была краснопольский котляр в наших капустниках доме актера но об этом тоже можно вспоминать но наше время к сожалению подошло к концу я уверен что мы будем поддерживать связи благодаря так сказать технике благодаря интернету и вы еще увидите александра сюжета спасибо тебе большое что пришел спасибо вам спасибо